всем привет с вами green knight и мы продолжаем обзор обновления планету ну что же с наступившим или с наступающим или не знаю какой кто когда смотрит видео это же неизвестно муж как прям у кого-то ролик там в 00 вышел у кого-то час до нового года у кого-то 2 к 3 4 а у кого-то уже час или два новый год уже как бы наступил всем наилучших пожеланий и всего хорошего в новом году будем надеяться он не станет еще хлеще чем этот год не будем о плохом и продолжим строительство наших прекрасных вольер чеков стера формированием не знаю почему-то для ген не захотелось сделать вот такой вот вольер как бы куда-то их опять запирать я не хотел как и ему поэтому будем терра формировать это же наше любимое дело с растениями все получше тоже достаточно таки много их можно было поместить сделал какие-то такие пещерки как бы даже в западе когда я зачитаю там сказано что самка в пещере тип поражает поэтому все отлично все по канону скажем так поэтому нашим генчик будет хорошо заборчик не стал там сильно мудрить сделал точнее взял да ту сетку которую делал для получается в алабе чтобы они там не убегали ничего нет ближе к этому к воротам воротам но короче где заходит служащие поэтому смысл мудрить их же надо смотреть на генчиков как они бегают как они прыгают если их куда-то прятать уже будет не так интересно пускание в своей так сказать стихии полосатые гиены универсальные хищники и падальщики обитающие в северной африке на ближнем востоке и в западной азии гиены способны жить в самых разнообразных природных условиях от сова на равнин и лесов до засушливых горных районов у полосатых гиен мускулистая шея мощные передние лапы и короткие задние отчего линия спины сильно понижается к крупу голова массивная широкой мордой широко расставленными глазами и большими заостренными ушами мех у полосатых ген светло-коричневый с вертикальными черными полосами на теле и на лапах длинная грива идущая вдоль позвоночника переходит в густой пышный хвост самцы немного крупнее и тяжелее самок в остальном гены обоих полов не отличаются друг от друга рост самцов полосатой гены варьируется от 65 до 80 сантиметров в холке длина их тела от 85 до 130 сантиметров а хвост от 25 до 40 сантиметров весит самцы от 26 до 41 килограмма у самок рост в холке составляет от 60 от 60 до 75 сантиметров а длина тела от 85 до 105 сантиметров хвост у них длиной от 25 до 40 а вес от 26 до 34 килограмм полосатой гены считаются видом близким к уязвимому общая численность их популяции сокращается в некоторых регионах своего исторического ареал обитания они полностью вымерли выживаю выживанию ген угрожает разрушение среды обитания и вызывая вызванное им сокращение количества возможной добычи на протяжении всей истории фольклор изображал полосатых ген отрицательными персонажами следствие чего те не раз страдали от рук человека браконьеры охотятся на этот вид ради меха и для добычи ингредиентов народной медицины социальные потребности полосатые гены живут поодиночке или магнагамными парами они не являются территориальными животными и в дикой природе терпимо относится к другим особям в своем ареале обитания размножение о спаривании и размножении полосатых ген известно не так уж и много они моногамны хотя судя по некоторым наблюдениям период течки самки способны спариваться с несколькими самцами брачный сезон либо зависит от региона либо длится круглый год в неволе или в оптимальных условиях обитания течка у самки продолжается один день течение него самка несколько раз париться со своим партнером после беременности длительностью в 88 92 дня самка гиены рожает от 1 до 4 детенышей обустроив логово в скальным скальной расщелине или в пещере детеныши остаются там на протяжении первого месяца жизни в этот период мать остается в логове добычей пропитания занимается отец через месяц детеныши начинают покидать логово и питаться твердой пищей которую приносит приносят мать и отец они отлучаются от молока в двухмесячном возрасте хотя по некоторым данным грудное вскармливание может продолжаться до 12 месяцев молодые полосатые гиены остаются с родителями до тех пор пока самка либо не забеременеет еще раз либо не родит новый новый помет покинув родителей они некоторое время могут оставаться вместе образуя группу братьев и сестер полосатые гиены достигают половой зрелости в возрасте от двух до трех лет и сразу начинает искать себе партнера ну вольерчик наш готов решил с забором почему-то не заморачиваться мне вот прям захотелось сюда вот именно такой я думаю он прям для этих животных для наших полоса таки он прям подойдет очень хорошо да забыл объектики расставить нужны ли они вообще вопороз да такой на засыпку ну а давайте расставим немножко так полосатый гиен сюда так теперь тебя надо двигать давай и нибудь вот здесь возьмем даже вот так так и подвинем ну наверное вот сюда здесь просто развернем это же как-нибудь сейчас поставим сильно заморачиваться не будем по этому поводу думаю здесь до самого угла можно и будет неплохо так здесь смотреться и на противоположную сторону тоже плюс-минус как-нибудь час поставим пару штучек чтобы просто были просто были ты куда-нибудь по подали сюда допустим а здесь что-то мне вылазит и покойся дайте тормозную игру что подлагивает посетители почти 8000 естественно подлагивает такс для деньжат она не сразу не ходит обидно обидно такие прекрасные вольерчики получаются в последнее время ходить никто не ходит не смотрит засранцы скажем так и вам этого хватит до достали вы достиганием зрелости своей вы уже достигнете и отстаньте со своими уведомленными бесит прям так ты доступно штучка три штучка доступно ты решил покушать полосатый банк не буду кушать я предпочитаю из какого натуральные продукты а эти ваши пищевые добавки сами жирите я хотел сначала сделать ну одну вот эту водичку скажем так а потом сделал такую староводчик как вы видели и решил еще добавить почему то почему то захотелось так давайте наверно чтобы не слишком грустно здесь было я тоже добавлю пару камушков скажем вот так а потом ты чё ты чё завыл ты ты чё дружище да не надо быть молодец молодец давай ну за одну за войну блин здесь решил так вот растениями скажем так чтобы было интересно потому что ну водичка всем и постоять и до балл болотца такое не знаете интересно интересно уже получилось как-то не необычно здесь майка пустовато не знаю что чтобы еще добавить ну растение я уже не добавлю 47 если 47 стоп я же на 40 процентов останавливался вроде как почему 47 а что убрать блин нет здесь я не хочу убирать ну можно убрать вот здесь а а можно мне пожалуйста оставить живот животину чтобы что откуда столько много взялось после скажем так ограждение так берут это дерево но скорее всего достаточно много занимает я не понял почему у меня стало столько покрытия много может вот эта трава ну я траву добавлял да получается в конце не железно много на добавлях я вроде контролировал же этот процесс мне даже интересно стало потом пересмотрю если еще даже не рендерил стройку поэтому сказать точно не могу чем там натворил такая сия уберу парочку камушков и у них увеличится в площадь ходьбы нет все равно да здесь есть вот так вот делаю так ладно я понял здесь траву я уберу так и быть хорошо я вас понял здесь тоже беру это ну вот эти цветочки возможно тоже даже вот эти вот нет не вот эти вот эти вот кому так становись вот эти вот камушки я так и реально не понимаю почему получилось так 41 процент убираем здесь чуть-чуть возможно вот этот не блин пусто сразу становится вот это еще можно да я как-то потерял короче гену а она вот здесь в траве легла спать я не мог ее найти я думаю ну нифига не вот это деревца она хорошо здесь стоит вот это тоже в принципе в тему так чтобы вот цветочки наверно убираем убираем наверно цветочки да хочет есть на сейчас покушает так 41 дайте вот эти вот уберем а тем более вот здесь это вот так вот так и вот так пускай но голые камушки вот 30 процентов хорошо давайте немножко травы вернем куда-нибудь куда-нибудь травку вернем вот 40 процентов все я помню что тормозил на нужном мне количество я наверно же пролистнул растение афиг знает не факт а вот отлично прикрепить к поверхности пускай много слишком маленький а это слишком много ну ладно вот все 40 точно да козел достигнет и зрелости уже ты чё такой не достигающий зрелости жить они меня достались я пытаюсь записывать эти уведомления скачут и скачет и скачет и скачет так вот тоже убрать надо чё у тебя там 40 если вот этого поставлю сюда он просто раненец хорошо молодец а если так ну ладно вот такая вот так вот и оставляем так вот и оставляем так скоро маленькие м очки будут а у меня это каракальчик родился у нас каракальчик родился для не а вот это это большой каракальчик дайте маленького посмотрим я просто видел что он это большой каракальчик готова а вот он маленький шарится она замри замри сказал ну не сильно отличается в принципе то же самое что и большой только мини версия какой милашка еще такой злой блин ну злюка ладненько в алабике маленькие появились не всех представителей этого вида маленьких вообще нет еще жалко жалко как наши тут броненосицы кипа желаю у нас маленький броненоси или просто серии мы смотрели или не смотрели они все учатся плавать им им нравится им нравится плавать а этот любит по воздуху ходить таковым ну да вы маленький но вы не сильно размером то отличие а вы все маленькие то есть вас прям дофига ребята как места вам достаточно а вот больше но не сильно не сильно уж отличаются так ему точно нету еще так но настался гривистый волк и гнул и гнул который ой точнее кривистый волк который с кем-то может жить я бы к пи барчиков по заселил а вот голубой гну по моему низким а нет голубой гну с обычным к ну короче и загнул да а вы можете а вы есть да да ну с одной стороны прикольно разные виды селить ладно козлы там деритесь ничего страшного это естественная естественная среда скажем так будет пускай подерутся ничего с ними не случится не помрут ну так и резко грезли кидавать надо маленьких так вас а куда-то меня пусти вот такой достаточно тоже опять приятный валерь получился видимо это означает надо когда подольше сидеть и наконец-то сделать лесной зоопарк я давно и хотел ладно посмотрим будет видно там же еще при хистерик вышел локализация но такая себе конечно но все же уже можно будет поиграть так что наверно если получится в перемешку все будет посмотрим во что еще буду играть в новом году там будет видно так зима снег зима снег до сюда этим то надо тепло тоже тоже надо тепло поверхности прикрепляешься молодец вот сюда куда-нибудь вот сюда естественно вот здесь по центру куда-нибудь вот сюда на камень здесь просто на верхушку бахну пускай все это отопляет здесь куда-нибудь вот туда спрячу чтобы не видно было такой себе так отлично нагревается нагревается давай показывай где что когда думаю здесь еще одну поставлю взял зоны кроме здесь пока не знаю наверно куда-нибудь вот сюда вот в центр тоже прятать буду ну типа вот так допустим оставляем надеюсь им это не сильно мешает да я думал у меня цербер родился вот так бегут вместе так что ты скажешь тебе ну пять процентов да тебе там мешает ну право вот промешает скажи да а ей далеко я улетел вниз очень далеко так ну давайте куда-нибудь сюда вот спрячем что у нас еще вот здесь у нас ну давай куда-нибудь тебя вот сюда здесь куда-нибудь под дорожку спрячу 1 пускай будут пускай будут спрятаны ну и здесь куда-нибудь один некоторые пускай видно некоторые пускай не видно здесь пока нагревается да ну ладно давай сюда еще нагреем ну нагревание идет когда будет нагревание а еще вот сюда вот надо нагревай а и здесь прям в угол надо лично давай и здесь чуть-чуть не хватает но ты издеваешься должно все окей быть все мы их отопили все нормально а снег дождь типичная тайга блин куда она сбежала каким образом объясните мне пожалуйста низкий уровень благополучий писец почему социальные условия а чем тебе социальные условия не нравится я не понял рысь испытывает стресс вы за стеклом не врите что началось то что началось расскажите черный-белый пиццы у меня тут обитают вот людей здесь много почему не устал не понимаю ну вроде дорожка открыта энергия вам энергия мало в смысле то что вам посидеть нигде или чё давайте я вам скамейчик наставлю как-нибудь чтобы вы отдыхали и ходили подальше подольше по ну там ну до валабиков они смотрю доходят ага и сюда то ему тоже дошел значит они сюда доходят значит силы у них есть так дорожки она кстати пускай тогда пускай но так да да вот люди идут сюда молодцы все мы справляемся дождь льет все льет так здесь мы все поставили поправили все нормально все хорошо у наших полосать так генчиков следующей серии не знаю будет с кем скорее всего с гривистым волком возможно он будет жить не один либо копипах либо всех копипарчики с этими живут с гигантскими муравьедами так муравьеды зовут с ними с ними копипарчики с ними то есть вот этих троих друзей можно прям заселить вместе чтобы был такой интересный вольер но не факт ибо это обновление а все остальное а все остальное мы видели уже поэтому не факт но возможно если захот захочется я может быть и сделаю она сегодня все и получается эта серия выйдет 31 декабря кого-то с новым годом кого-то с наступающим еще раз и увидимся в следующем году или мы уже слышимся в следующем году кто когда смотрит в общем с вами был гринайт подписываемся ставим лайки комментируем ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео всем пока а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok